Добрый вечер в эфире Вести Карачева-Черкесия. Далее поверенные претендентов на высшие политические посты политических партий в порядке регистрации своих кандидатов приступили к самой жеребьевке. В вытянутых конвертах были определены даты и время выходов в эфир агитационных материалов и дебатов. График распределения эфирного времени будет утвержден на заседании избирательной комиссии республики. Предвыборная агитация на каналах телерадио «Вещание» в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях разрешена в период с 19 февраля по 14 марта включительно. Процедура жеребьевки прошла в строгом соответствии с нормами закона о выборах президента Российской Федерации. Были нарезаны соответствующие отрезки бесплатного эфирного времени соответственно с теми требованиями, которые установлены и законом, и согласно постановлению Центральной избирательной комиссии. Жалоб, претензий от представителей кандидатов не поступило. Также не поступило жалоб и за каких-нибудь обращений по вопросу проведения жеребьевки от политических партий. По личному распоряжению главы республики у жителей микрорайона Алмалы-Тала города Крачаевска появился новый пешеходный мост. Новый мост является социально значимым объектом, который обеспечивает безопасное и удобное перемещение пешеходов между микрорайоном Алмалы-Тала и городом. Ранее существующая старая кладка находилась в аварийном состоянии и по ней ходить было очень опасно. На открытии нового социального объекта присутствовал мэр Карачаевска Марат Урусов и жители Карачаевска. Собравшиеся отметили, что подобные инициативы имеют огромное значение и играют важную роль в обеспечении благополучия населения. От лица молодого поколения хочу поздравить жителей Карачаевска с тем, что они получили этот объект. Этот объект может решить многие вопросы. Я уверен, что хорошо спроектированный и построенный мост станет не только функциональным элементом городской инфраструктуры, но и визитной карточкой города. Современный городской мост – это комфорт проживания и передвижения безопасности жителей. Я очень рад, что у нас сегодня есть возможность поблагодарить строителей, которые сроки дают очень важный объект для Карачаевска. Я хочу поблагодарить вас на разных мероприятиях за то, что под вашим управлением в нашем городе построили много париков. Я очень рада, что сегодня у нас есть возможность поблагодарить людей, которые помогли осуществить мечту многих людей, построив этот мост. Это, на самом деле, очень удобно, ведь теперь можно с легкостью попасть на наш любимый лон оттаха, зеленый остров. Я очень рада, что люди не равнодушны к благоустройству нашего родного города. Пусть звучит детский смех. Сегодня в Ауле-Инджи-Чукун состоялась торжественная церемония открытия новой зоны отдыха. Это радостное событие ждали и взрослые, и дети. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей населенного пункта с открытием и отметил, что новый сквер появился благодаря реализации проекта формирования комфортной городской среды. На новом природном уголке вдоль набережной побывала Дарья Тендит. Совсем недавно на месте новой зоны отдыха было поле, которое служило местом отдыха, где собирались и взрослые, и дети. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, теперь здесь расположился детский городок и многофункциональная спортивная зона. Первыми гостями на торжественном открытии стали школьники. Глава Абазинского района тепло поприветствовал присутствующих и выразил надежду, что новая площадка станет местом притяжения и детей, и взрослых. Я уверен, что и эта многофункциональная площадка станет центром отдыха для всех жителей Аула. Также я хотел бы поблагодарить главу Карачаева-Черкесской республики, Рашида Борисовича Тимрезова, Министерство строительства в лице Зульфира Абекировна Бачаевой, которая курирует данное направление, и всех тех, кто участвовал в возведении этой прекрасной площадки. Строительные работы по благоустройству территории начались летом 2023 года. Именно местные жители выбирали эту зону путем голосования. Поэтому за ходом работы по строительству следили все от мала до велика. Площадка разделена на две части – игровая и спортивная. Оборудованные зоны отдыха и досуга весьма востребованы в нашей республике. С 2017 года в рамках федерального проекта в 78 пунктах на территории Карачаева-Черкесии появилось около 140 зон отдыха. Создание этого объекта – это наше общее участие, это наша общая сила. Ваша активность подтолкнула руководителей, главу района, подтолкнула главу поселения, для того, чтобы они поучаствовали в этой программе по выделению средств. И в итоге получился вот такой прекрасный объект. Школьники с нетерпением ждали открытия и в знак благодарности на торжественную церемонию подготовили поздравительные стихи. Под громкие аплодисменты по традиции была перерезана красная лента, после чего маленьких гостей пригласили пройти на детскую игровую площадку. Яркая, удобная и построенная по современным нормам безопасности очень завлекает подрастающее поколение. В этом парке мне очень понравилось. Здесь такой красивый вид, чистый воздух, природа, очень красиво. Здесь яркие цвета, все дети радуются. Я тоже очень радуюсь, что здесь этот парк открылся. Торжественное долгожданное открытие стало незабываемым и радостным событием для местных жителей. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью плюс 2-7, в горах минус 3-2, а днем 5-10 градусов тепла и местами до плюс 5. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. Температура ночью 3-5, а днем 6-8 градусов тепла. Сегодня больше 5000 выпускников 9-х классов Карачаева-Черкесии приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Результат определяет допуск государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. А накануне родители выпускников на себе испытали все прелести собеседования, через которые предстояло пройти сегодня их чадом. Некоторые из них поделились своими впечатлениями с Фатимой Дауровой. Буквально за неделю до итогового собеседования по русскому языку выпускников 9-х классов в гимназии номер 1 имени Асламбека Каблахова Аула Псыш прошла акция и для их родителей. Для них был предусмотрен идентичный формат основного мероприятия. Гостям было предложено полностью пройти всю процедуру сдачи итогового собеседования. От входа в образовательное учреждение, регистрации и до выполнения всех задач. Сегодня мы проводим пробное итоговое собеседование для родителей учащихся 9-х классов по русскому языку. Для того, чтобы родители посмотрели эту процедуру, убедились, что она не сложная и настроили своих детей на положительный лад. Главная цель приобщения родителей к школьным реалям своих потомков – это демонстрация открытости и прозрачности, а также снятие психологического напряжения, связанного с предстоящими экзаменами. Бывшим ученикам, теперь уже родителям, которые могли подзабыть атмосферу школьных уроков и экзаменов, вновь удалось прочувствовать на себе то, что предстоит испытать и их детям. Пришлось вспомнить свои экзамены. Сейчас даже, наверное, больше волновалась, чем тогда. Ну, ничего страшного, всё можно сделать. Главное – не волноваться, ещё раз скажу, не теряться. Да, это ответственный момент, но надо взять себя в руки и всё спокойненько ответить. Ничего трудного нету. Мне кажется, любой ученик сможет спокойно сдать. Самое главное – не волноваться, не теряться. Всё, что он знает, всё, чему он выучился с первого по девятый класс, спокойненько, я думаю, сядет и ответит на все вопросы. Родители на своём опыте смогли убедиться, что итоговое собеседование проходит в благоприятной обстановке. Задания понятные и несложные. На все возникшие у них вопросы были даны исчерпывающие ответы. Фатима Даурова, Альбина Тимирова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске завершился всероссийский турнир на Кубок Президента Союза Тхэквондо России. Его победители получили прямую путёвку на первенство страны. Об организации столь престижного состязания в Карачаево-Черкесии в сюжете корреспондента Артур Амхце. Столица Карачаево-Черкесии на пару дней стала центром притяжения для поклонников Тхэквондо по всей стране. Около 30 регионов направили в Черкесск своих лучших молодых спортсменов, которым предстояло бороться за престижный трофей и путёвки в финальную часть первенства России. Данное мероприятие интересно тем, что победители в каждой весовой категории получают дополнительную квоту для того, чтобы поехать на первенство России без дополнительного отбора в своих регионах. Участие в торжественном открытии турнира приняли многие известные в спортивных кругах люди. Те, благодаря кому Тхэквондо в России продолжает развиваться. А изюминкой праздничного действия стало выступление коллектива «Кавказ» под руководством Эдуарда Хугаева. Зрителям были представлены фрагменты танцев народов Карачаево-Черкесии. Родные стены почти всегда считаются дополнительным помощником. И региональной федерации Тхэквондо удалось добиться, чтобы в текущем году крупный юношеский турнир принимала Карачаево-Черкесия. Впрочем, проведение подобного уровня состязаний – это ещё и задел на будущее. Очень полезно для новичков. Ведь на данный турнир приходят посмотреть те люди, которые только начинают делать первые шаги в Тхэквондо. Детки. Они видят уровень, видят, к чему они могут прийти. И, естественно, популяризируется наш вид спорта таким образом. Большинство поединков прошли в напряжённой борьбе. Нередко для определения успешного действия приходилось в прямом смысле отматывать картинку назад. Многие из выступавших черкесские ребят и девчат, несмотря на юный возраст, имеют за плечами достижения не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Одна из них – представляющая Карачаево-Черкесию Сабина Шевхужева. Год назад она уже побеждала на турнире президента Союза Тхэквондо России. И вот новый успех. «Сколько времени занимаешься?» «Пять лет». «А немножко об этом турнире, насколько сложен был?» «Ну, до финала было легко, досрочно все выиграло, а финал уже пришлось постараться». «Почему именно этот вид спорта?» «Ну, для меня Тхэквондо – это как уже жизнь, хороший спорт. А так пошла на Тхэквондо, потому что посоветовали родителям». Юноши и девушки из нашей республики достойно выступили на турнире, заняв три первых, два вторых и шесть третьих мест. Те, кто не смог отобраться на всероссийское первенство напрямую, еще имеют шанс получить путевки через отборочное сито региональных состязаний. Артур Мксэмиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день всех влюбленных или день Святого Валентина. И где его лучше всего отметить? Конечно же, в горах. Многие из тех, кто сейчас находится в Донбай, специально подгадали время пребывания в засниженной жемчужине природы Карачаева-Черкесии. А главным подарком в такой день, разумеется, являются даже не столько открытки и сувениры, сколько само внимание со стороны близкого человека и любовь к отдыху на высокогорье. А влюбленных в Донбай с каждым годом становится больше. Мы приехали сюда во второй раз. В прошлом году нас это место покорило своей красотой, ощущением свободы, невероятной атмосферой просто. Мы в том году встали на борт первый раз, в этом году решили вернуться, потому что это незабываемое ощущение. И так совпало, что мы в этом году приехали сюда на День влюбленных. Потрясающая погода, отличное настроение, все катаются, все хорошо, все получается. Донбай – очень шикарное место для катания. Мы каждый год выбираем какое-то новое место, чтобы покататься. Я на лыжах, молодой человек на сноуборде. В этом году у нас собралась большая компания, 28 человек. Мы все приехали с города Павловский посад Московской области. И в этом году выбрали Даймбай. Оказались очень впечатлены, очень довольны. Красивый горнолыжный курорт, высокие горы, живописные пейзажи. И решили, так сказать, и День влюбленных тоже отметить здесь. Это «Все вести на сегодня». Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова